Самый легендарный, за все эти годы, пока ты не стримил, давай, добей всех этих людей, которые в тебя не верили, Витя. Покажи, что ты умеешь. Чувак. Йо-йо-йо-йо, все-все-все. Аккуратней. Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня долгожданное интервью с Витей Читбанутом. Это Витя. Здорово. Возможно, мы не узнали, потому что когда я открыл дверь, для меня это был другой человек. Виктор Читбанут Огорок. Один из самых первых и популярных стримеров на Твиче. 800 тысяч подписчиков и более 10 тысяч стабильного онлайна с 2015 по 2017 год. В то время у ближайшего конкурента не было и половины этих показателей. Бывший владелец собственного казино, человек, который смог похудеть на 60 килограмм, и автор самого сильного удара с локтя. Понятно, да? Он занимался сначала записью роликов, где отправляет покупателям читов винлокеры, а дальше перешел к стримам на Твиче по CSGO, где и получил свою пиковую известность. Ну, я ему сто раз сказал уже респект. Это очень круто. Спасибо, спасибо. Я такие на самом деле мотивирую тут все эти положительные отзывы, конечно. Как ты справлялся? Ты похудел и никому об этом не рассказывал и не показывал? Это же самолюбие же должно было быть. Слушай, вот я тебе говорю, на самом деле, вот там фотку я в инстуе выложил недавно. Чисто случайно получилось, что я с родицами выбрался к лахте-центру погулять. Фотки сделал, посмотрел, вроде удачные фотки, решил выложить. И такой, знаешь, микрорезонанс по факту. То есть очень много кто написал, там в стриминсайт даже всякие вот эти запостили новостные паблики. И ты написал там, давай интервью, я такой думаю, ну что происходит вообще, куда я попал? Ну ты же понимал, что это результат. Или ты настолько привык уже к этому показателю, что для тебя это было... Я вроде так стримил год назад. Слушай, врать я не буду, но, конечно, я знал, что если я выложу фотку, конечно, кто-то напишет, что типа, ну, блин, по-моему, он похудел. Потому что я же понимаю по цифрам, потому что там минус 30, минус 40, минус 50. То есть, ну, блин, результат есть, да. Поэтому какое-то определенное понимание было. Ну, правда, это другой человек, просто другой человек. Давай смотреть, что у тебя тут происходит. Сколько здесь квадратов? Жилых без балкона, по-моему, 34. Она совсем маленькая. Балкон еще, наверное, квадратов 10-12, около того. То есть, 30 где-то. А, 30. Нет, 30. Жилых, наверное, 30 где-то. Ну, совсем малюсенько вообще, ни о чем на самом деле. Кухня. Расскажи, пожалуйста, насколько часто ты начал здесь быть? Готовить, так сказать, да? Ну, по факту, слушай, я не знаю. Есть возможность заказывать? Я заказываю в основном. Я, наверное, с 2016 года, как я здесь живу, то есть там лет за 5, я вот сам чисто готовил, ну, раз 10, может, максимум. То есть там пару раз супчик, пару раз бутерброды, там, пару раз мясо, не, на стейке пожарил, все. То есть готовлю редко, но, естественно, там пользуюсь по мелочи, там, микронловка, чайник, там, водички попить. Я правильно понимаю, ты эту квартиру купил? Да. Поддержишься стоимостью этой квартиры? В 2016 году она стоила 4,5, если не ошибаюсь. И плюс ремонт здесь вложен еще, там, полтора-два, может быть, около того. То есть, когда ты стримил, ты уже купил ее, когда она строилась, или она уже была готова? Дом был построен, квартира тоже была готова. Здесь, в принципе, можно было въехать жить, но, естественно, как бы я покупал себе квартиру, я хотел въехать, ну, грубо говоря, в новое, и после жильцов, соответственно, ремонт не делали. Угу, понял. То есть, дом уже стоял? Так, я сразу вижу, у тебя твои, ты любитель орех? Я, во-первых, люблю орехи, во-вторых, орехи это полезно. Но орехи это очень калорийно, надо есть по чуть-чуть, но очень полезно, поэтому орешки ем. Так, ты начал разбираться в питании, расскажи, пожалуйста. Во всем, во всем стал разбираться, спрашивай, что хочешь. Серьезно? Ну, по факту, мне так кажется. У тебя год был, да, для этого. Кого можешь посоветовать по питанию, по всем этим моментам? Может быть, есть ютуберы, которых ты смотрел и мотивировался, как похудеть правильно? Посмотрю в камеру, скажу. Я советую все изучать самому, и как только вы начнете сами изучать, я вам гарантирую, вы поймете, что практически на любую вещь есть несколько точек зрения, и какой придерживаться, каждый выбирает сам. То есть, есть, конечно, какие-то фундаментальные законы, против которых не попрешь, но в целом, вот есть такая тема, я для себя нашел. Вот я хочу узнать, как выполняется какое-то упражнение, например, в зале. Я захожу, смотрю одно видео. Там миллионы просмотров, миллионы лайков, миллионы комментариев, что это суперклассно, все круто, лайк. Захожу по другое видео, там его выполняют совершенно по-другому, и такие же отзывы, что все классно, все отлично. То есть, типа, и кому верить? Но ты кем-то мотивировался? Были ютуберы такие? Ну, слушай, ну, посмотри сейчас видео Джефф Кавальера, наверное. Это Икс-атлет канал на ютубе. Сколько, там, 12 миллионов подписчиков. А, из русскоязычных? Из русскоязычных? Из русскоязычных? Нет. Я не люблю русскоязычных ютуб. Кто? Вайтенка. Вайтенка? Нет, нет, еще Вайтенка. Я не знаю, можно здесь на интере говорить? Вайтенка. Мне кажется, он же немножко не в себе. По крайней мере, я тебе вижу какие-то мемчики, еще что-то, я не знаю. Не, не, это, скорее всего, демотиватор для меня. Хорошо. Это интервью ждало много людей. Знаете, не нюфагов, все-таки олдых. Витя отличается в аудитории. Витя отличается тем, когда он начал заниматься стримингом. Это был 2014, 2015, 2016. Первый раз я постримил вообще году 2012. Без веб-камеры, с монитором квадратным, еще знаешь. Да, и мне кажется лично, что у тебя особенная аудитория. Именно твоя аудитория, она стала предпринимателями. Очень много аудитории, очень много людей, с которыми я сейчас работаю, они все были на твоих стримах. Серьезно, вчера я даже общался с человеком, который сейчас является миллионером долларовым, он смотрел твои ролики и твои стримы. Привет, передавай. То есть ты притягивал людей чем-то. Мне кажется, сейчас у нынешних стримеров нет такого. Сейчас возраст людей, которые смотрят стримеров, упал. Ну, в этом плане не знаю, но насчет то, что меня там многие смотрели. Но это значит, что не то, что там по ЧСВ прозвучит, да, но в целом, ну, я, в принципе, даже знаю, что многие ютюберы, стримеры сейчас, да, то есть они многие, грубо говоря, смотрели, но мне об этом рассказывают, там, и с теми, с кем я там пересекался, что вот, я там тебя смотрел. Вот такая тема есть. Но это, наверное, связано, конечно, не с тем, что я там такой крутой стример, а просто так сложилось, что я давно очень в этой сфере, и, в принципе, я реально один из первых реально российских стримеров, но зачем мне так кажется? Ну, потому что я там, ну, реально, первые стримеры 2012-2014 год, тогда стриминги-то в России не знали, наверное. Вот, и за счет этого, как бы, да, естественно, многие как-то вот... На слуху мое имя с прошлого еще. Ты был не только в стриминге первым, ты был одним из первых винлокеров. Да. Ты был одним из первых, это будет страна, но в России пранкеров. Пранкеров, сто процентов. У меня был канал из них, ну, там, раньше, чем Ракамакофо, я начал, которых я не люблю, кстати, но... Ты заказываешь готовую еду. Насколько часто? Ну, периодически бывает, да. Учался, я вышел на уровень, я заказываю на шесть дней, и между шестью днями я делаю где-то, пилю в два-три дня. То есть, грубо говоря, шесть дней попитался, вот, супер, там, типа, правильно, два-три дня, но не прямо обжираюсь, но могу себе там позволить, там, может, там, стейк, например, все еще и что-нибудь такое. Вот, потом опять шесть дней. Вот, примерно так вот у меня сейчас идет. Ну, в целом, у меня есть, конечно, тенденция поддерживать примерно 2-2 200 калорий в день, даже, вот, как бы, если я не там не пытаюсь Левел Китченом, в таком роде. Так. Так, стрёмно, чего там у меня? Ну, там, вроде, особо ничего нет. А, вот это готовая еда? Ну, пару приемов пищевого китчен, молоко, миндальное, которому полгода, мажорное, ну, сколько, 300 рублей оно стоит за литр. Оно мажорное? Ну, типа, ну, слушай, миндальное молоко стоит около рублей 250 за литр, ну, то есть, типа, дорого. Сейчас у вас на цене написано, цена такого эксклюзивного молока, какой у тебя сейчас вес? Сейчас у меня 110 кг, вот, сегодня взвешивался, 110, соответственно, это, круглый, тоже эксклюзив этих цифр нигде не было. Максимальный вес был точно за 160, то есть, в который я сам верил, где-то 162, блядь, я знаю, это, типа, вообще забей. Это забей, нет, не в плане много сбросив, в плане мне не представить, что вообще столько весить можно. Я, конечно, понимаю, что у меня рост большой, но даже для моего роста, естественно, запредельный вес максимально. Ну, 165, наверное, вот, максимум, вот, сам, типа, по факту, уже 55 кг получается, да. А сколько времени прошло от начала до сегодняшнего дня? Опять, по цифрам прям точно сложно сказать. Ну, вот, максимальный вес был где-то году 2017, потом я где-то сбросил килограмм 10, вот, 150 я был примерно, там, год, например, со 150, потом на 140 примерно год держался. И участвовал ты, когда прям активно начал заниматься, вот, там, до карантина, потом карантин я замедлился, потому что залы закрыты были, и ты после карантина где-то вот прям вернулся в зал в конце ноября, то бишь полгода назад, и вот за полгода получается, ну, 30 кг, наверное, да. Наверное, ну, так вот. То есть ты как начал замечать результаты, уже прям активировался, еще, еще давай. Слушай, я вот честно тебе хочу сказать, вот в этом плане мне даже сложно сказать, там, кто-то может будет спрашивать, какая у тебя мотивация, ну, кроме очевидных мотиваций, там, лучше выглядеть, лучше себя чувствовать и так далее. Ролик ВНК, да. Да, мне даже сложно сказать, потому что, вот, как будто в голове что-то перещелкнуло в какой-то момент. Вот, реально, я не могу это объяснить. То есть, вот, вчера я жирный, типа, и в голове, и во всех смыслах, а на следующий день я понимаю, ну, что, все, я другой человек. Существовал пояс. Поменялся режим. Существовал пояс, что? Я не настолько всего обручаю. Я не понимаю. Режим поменялся у тебя? Режим дня? Да. Ну, жизнь, в целом, конечно, поменялась, потому что, типа, там, чаще стал из дома выходить, там, приятнее стало, там, на велике иногда могу выехать, проехаться, потому что, реально, там, ну, конечно, я не могу сказать, что, прям, вот, я, там, 10 км на велике, ну, не 10, 8, примерно, проезжать стараюсь. Типа, проехалось, и прям, как будто ничего не случилось, но, естественно, мне это дается гораздо легче, и я даже, как бы, удовольствие начинаю от этого получать. Режим дня? Ну, в целом, сейчас, конечно, стараюсь заряженность, и потому что режим сна, я считаю, в целом, для работоспособности для восстановления после спорта очень важно поэтому сейчас режим стараюсь держать в 9 утра я встаю и вау это прям гениально где-то вот супер месяц практически уже так держу где нравится пока не чувствую заметных улучшений там не в плане там синяков под глазами может быть не в плане что там я с утра знаешь стою как в детстве помнишь как мы просыпались детстве типа проснулись и так потянулись как хорошо вот такого к сожалению нету но и времени наверно еще мало прошло для режима говорят сколько год наверное пройти мы идем в следующую комнату это у нас гостиная и не обращайте внимание и гостиная и спальня и все вместе потому что у меня квартира супер необычная супер не знаю в хорошем смысле или плохом но вот какая есть необычная она в том плане что вот этой комнаты и здесь не было а что там находится так не смотреть мы покажем секрет так здесь у нас дикаприо какой-то фильм это волк со стрит я вообще после время вижу в тик токи почему то волк со стрит вроде как хейтить начали даже женская возможно половину даты как-то да у меня реально какие-то тик токи вижу что типа почему там а плохие знаки для пацана девки снимают и там в списке волк со стрит вот не знаю откуда это пошло шикарный фильм всем рекомендую скорсезе дикаприо марго робби джона хилл ребят супер великолепное произведение это ламборгини кунтаж из которой дикаприо вываливается под осуждали конечно до максимально там зафиг конечно верно как все это сын и знаю кто фильм и смотрел я знаю некоторые ответы которые будут и возможно этот фильм повлиял на твое увлечение криптой этот рынок эти акции знаешь нет не могу сказать что именно на крипту повлиял в целом меня такие фильмы мотивируют я конечно понимаю что там показан плохой образ жизни как бы не могу сказать что я стремлюсь там к образу жизни там вот этого волка с ластрит но естественно какую-то эту мотивацию дает все-таки как-то работать и расти и идти дальше есть на воде шкаф одежду могу бомбер одеть про который мне написали некоторые что это масс-маркет жесткий но это есть масс-маркет пулумбир но я вообще вот насчет вещей кстати могу сказать свое мнение и для которой которую я буквально недавно для себя сложил вот я считаю шикарно нет мне ну мне мне нравится как я в нем выгляжу это самое главное то есть он понтовый стоит полу тысячи три его брал 3000 рублей типа это ну сейчас для вещей это вообще практически не что и насчет вещей я прямо что ты хочешь сказать но я договорю что в целом я для себя понял что хорошую вещь вполне можно купить и дешево на вас маркете но главное ездить проверять потому что я полумбир в купил этот бомбер вдохновился думал дешевые вещи крутые три футболки заказал нас и качество люто ужасно и там половина какого-то поролона не знаю кочей хрень какая-то полная поэтому можно купить хорошую вещь но надо заранее проверять качество насчет одежды ты мог носить одну сорочку да и носил три года или четыре года подряд поэтому сейчас разнообразие в одежде обычное дело но это нормально для людей но ты отличаешься мне про это тоже мама говорит все типа как так ты там в 1 в одной дырявой футболки я там пять лет стримил ну слушай но опять таки наверное чуть лучше начинаешь внешне выглядеть хочется конечно же выглядеть лучше во всех смыслах поэтому не на сейчас я вот на шмотки прям подсел сейчас там сварфайчи там джордан новый заказал там это сейчас про мне нравится серфить 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 вещь но понимаю что сейчас много не надо покупать потому что все-таки я планирую еще худеть планирую там менять еще размер по-любому поэтому к сожалению пока шмотки не накупил винлокер по сути это была причина твоего начала стриминга ты устал от винлокера нет плохо плохо изучал свой материал не почему я снимал винлоки ну типа прикидывался школьник но ты в этот же момент стримил а хотя блин походу изучил лучше материал чем я не надо вообще какие-то сходки подписчиков проводил в сан-андреас батлфилде там и так далее да 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 ну а ну слушай ну тогда да я проходил сходки подписчиков да стримим да да значит получается да ты прав ты эту идею откуда взял про медлоки суши чё ты меня порол ой бинда заблокировал чё я тебе ничего не блокировал так это потому что ты счетом играл ты из интернета наверно скачал его случайно параллельно со мной вкратце эта история ну чтобы не забывать эфир так сказать получается до меня снимали уже блокировали школьников то есть им компьютеры блокировали я пару выпусков попробовал снять когда я школьников блокировал я им кидал типа там лайтовый баннер он ничего не ломал то есть там просто картинка на экране можно сказать высвечиваться то есть это все равно плохо я как бы понимаю что это неправильно и в силу того что это неправильно я это понимал я как бы не хотел типа продолжать это снимать хотя это собирала хорошие просмотры и я такой подумал подумал и придумал а почему у меня самому не прикидываться школьников и вот школьникам самому прикинуться вот не замуж конечно кто-то напишет что это не так но я реально понял что я это придумал и типа я первый кто это делал именно куполик видай то есть это реально вот то есть до меня блокировали но прикидывали школьникам я первый начал сколько процентов из-за всех выпусков постановой? Ни одного. Могу сказать по-честному, что пару пранков постановочных было. Пару моментов в пранках. Да, было. Парень, парень! Деньгу верни! Деньгу верни! Потому что там такие персонажи бывали. То есть такие, это дичь какая-то. А как ты их находил? Вконтакте. Вконтакте есть, ну, я не знаю, сейчас, по-моему, есть тоже поиск по новостям. Ты пишешь, типа, хочу чит на копателя. Ой, или там, продаю чит на копателя. И ты, соответственно, пишешь, типа, я хочу чит. Ну, и тебе, соответственно, скидывают скайп. И, понимаешь, в тот момент, за счет меня в том числе, это был жесткий бум с этими видлоками. И тогда, естественно, в 99% случаев, когда кто-то продавал читы или хотел их купить, это были вот, грубо говоря, вот эти все мутки свинлок. Вот. Но попадались иногда дети, которые реально хотели чит. И я для такого придумал еще отдельное шоу. Называлось оно «Окупай дебилей». Когда я скидывал просто файл, который ничего даже не блокировал, и они такие, типа, прикидывались. О, ты меня заблокировал, хотя там был просто текстовый документ. Ну, я прям чувствую, что что-то скребется. Я не знаю. А там внутри было? Ну, походу. Что-то скребется. Я не могу понять, что над головой. Я так боюсь. Я беру телефон, начинаю подсвечивать, подсвечиваю ковер и по ковру такая, типа, знаешь, типа, как будто что-то бежит. Но я думаю, это крыса. Я понял, что все-таки я больше не хочу здесь жить. Если что, вы здесь, это крыса бегала. За твоей головой. Да, прям за моей головой кдс. Ты плохой актер, Петя. Ты хороший ютубер. Боро, сэр. Но не актер. Что за интеграция? Я не знаю, сегодня ролик, день интеграции, да? И реклама, и анти-реклама еще в том числе. Да. Виктор, сколько у тебя сейчас отложенных денег? Ну, кстати, вот честно тебе могу сказать, при условии того, что я вложился в крипту и плюс я вкладываю в машину, докидываю с трейдином, в принципе, не сказал бы, что прям есть деньги. То есть плюс-минус. То есть плюс-минус сейчас, ну, основные накопления это крипта. Накопление крипта, соответственно, мое будущее, в принципе, зависит сейчас в какой-то степени от крипты и как грамотно я ее выводить буду. То есть сейчас довольствуюсь уже неплохим плюсом, но можно как бы и больше, как ты понимаешь. Давай расскажем зрителям, если какая-то крипта выстрелит, то в плюсе будешь ты, да? Какая это именно? Эфир? Эфир, Dashcoin, Ripple, Tron, Moneer. Ну, большая сумма у тебя в какой? Ну, сейчас я хотел бы, честно, вот сейчас 8-го числа, я не знаю, когда видео выйдет, но 8-го, по-моему, мая, Илон Маск будет выступать на каком-то вечернем шоу или даже вести его будет, и он там по-любому будет вкидывать всякие приколы опять на тему Dodgecoin. Ну, Dodge, Dodgecoin, не знаю, Doggy. В Doggy, короче. И я надеюсь, что все-таки его цена вырастет до полутора, может быть, даже двух долларов, и я-то в таком моменте тогда выйду. Ну, короче, я в Doggy покорю. Обещаешь? Половину точно. Если в Doggy будет хотя бы доллар, я половину сразу выйду. А половина это сколько? Ну, несколько миллионов. Ты на YouTube и на Twitch уже долгое время. Что ты успел купить? Квартиру? Ну, квартиру-машину. На самом деле, не так много. Ну, вообще, если все считать, ну, вообще, у меня как бы техника, там, да, там, камера 200 тысяч, там, компьютер, монитор. То есть, естественно, у меня, наверное, всяких техник, всякой вот этой фигни, там, на 2-3 миллиона, наверное, еще будет точно. Ну, так вообще, основное, квартиру-машину. Так, в целом, тратил на путешествия для себя, для семьи, на жизнь. А родителям что покупал? Ой, родителям, ну, много что. В отпуска вожу, ремонт в хате сделал, там. И так вообще, в целом, сколько надо денег, грубо говоря, стараюсь, естественно. Ну, не стараюсь, как бы, ну, у нас, в принципе, в этом плане очень хорошее отношение с родителями. В принципе, можно сказать, типа, общий бюджет. То есть, у родителей есть доступ, можно сказать, моим деньгам, если надо. Но они не злоупотребляют этим, но, там, продукт какие-то, еще что-то вообще бесконечно. Ну, что ж, а сейчас самая важная комната, это комната, которую Витя сам построил, потому что... С батей тоже здесь надо сказать, что, естественно, большие силы вложил отец, конечно. Он сделал свою студию. И не просто игровую студию, а музыкальную, потому что здесь слишком много поролона, здесь есть такая звукоизоляция. Все очень выглядит уютно. Тут есть воздух, он все это обдумал. Тут есть вытяжка, есть вложитель воздуха и есть рабочее место. Поэтому сейчас мы будем его осматривать и собирать портрет и стоимость всего сетапа. У тебя редкая клавиатура вармила. Расскажи, пожалуйста. Редкая она считается, да? Ну, она сейчас, она не популярна. Ее берут единицы. Не, я хотел себе просто клавиатуру, типа, нормальную, я прогуглил, говорят, что нормальная вармила вот эта механическая, типа, я с Corsair переходил, и там вот как бы был вариант цветов. Я вообще, если бы можно было, взял бы полностью черную. Но там полностью черной не было. Я увидел такая, типа, нормальная расцветка взял. Мышка Razer? Мышка Razer, Desader. Это конкретно там либо Elite, либо Chroma 48. Ну, у них вот, грубо говоря, есть Razer Desader, который они обновляют там стараются раз в год, раз в два. И там по-другому называют. Но мышка по факту та же, я считаю. Вот. Почему я на нее перешел? Потому что я всю жизнь в детстве играл, ну, всю жизнь в детстве играл на мышке Microsoft, Intel и Mouse Explorer 3.0. Слышно, может быть, это такая легендарная мышка. И я, когда ее перестали выпускать, я не знал, где ее купить, я хотел подобрать мышку по форме похожую. И по форме вот они очень похожи. Какой у тебя микрофон? Это Shure? Shure SM7B. Pop Filter Steadman. Тоже с этого, Амазона заказывал тысяч за семь, что ли. Прикинь, Pop Filter 7K. Просто Pop Filter. Да, но это типа супер крутой Pop Filter. Не знаю, правда-неправда. Провода тоже там супертоповые. Не помню, как они называются. А, Mogami, что ли? Могами, да. Могами тоже типа суперкрутые провода. PSA-1, по-моему, это называется, пантограф. Ну, держалка. А ты пробовал записываться на студию? Нет, на самом деле, у меня здесь, на самом деле, я тебе серьезно говорю, я вот, ну, на первый, тот же там вот этот самурай, там вообще говерная песня, на самом деле, которая кому-то понравилась, вообще удивлен. Я же ее обрабатывал, типа чели профессиональные. И вот он говорит, что типа качество записи, то, что я ему отправил в студию, нормально. То есть то, что я здесь записываю, это вполне вот хватает, чтобы вот мои какие-то эти песенки записывали. Самурай, рассекаю здесь и там, по деревьям и горам, я как самурай. Ты был один из самых первых стримеров, и ты, наверное, самый первый стример, который настолько похудел, и ты настолько, ты самый первый стример, который... Что ты еще делал? Не знаю, ты меня так прям захваливаешь, прям везде я первый. Ты был самый первый стример, который свою рулетку сделал. Ну, тоже вполне возможно, да. Ты все попробовал. Это очень хорошо. У тебя есть... Если ты делал свое казино, по сути, у тебя, значит, жилка предпринимателя есть все-таки. Или бы какие-то у тебя были другие идеи, зачем создавать свою рулетку? Ну, слушай, ну, наверное, идея денег в голове, конечно, сидела, но вообще я точно помню, почему я начал создавать свою первую рулетку. Потому что мне было интересно играть на рулетке, меня тогда развели на рулетке, и я думаю, что, ну, раз меня развели, надо свою сделать. Вот и все. То есть у меня, ну, без шуток, как бы это не звучало смешно, но основная цель была, чтобы сделать свой сайт, где меня не разведут, не разведут моих зрителей, и мы вместе будем играть. Ну, серьезно говорю. Ну, конечно, я понимал, что это будет деньги приносить, очевидно, но цель такая была, чтобы, ну, как бы самому играть. Потому что в тот момент я удоманил прям вообще по-жестко себе. Вернемся к этому вопросу попозже. Сейчас я хочу тебя поблагодарить еще раз за то, что за все это время ты давал интервью только Сене и только Зевсу. Это даже интервью сложно назвать, потому что там было все в спешке и так далее. Вот такое было впервые. И первая встреча с человеком, который был в интернете, мне кажется, одна из первых была со мной. Когда я тебе написал, давай встретимся. Ну, возможно, да, вполне. Это постило, потому что, ну, шанс того, что ты мне написал, давай, гоу, я не оценил его как в 50% даже. Ты по приколу бросил, я согласился, пришлось ехать. Не, не, я хотел встретиться, но я ожидал, что ты скажешь нет. Уверен был. Ну, тогда да. В каком году это было? Ну, тогда я был законодательным. Сейчас я считаю, что в этом плане, конечно, сильно изменился. А вот я думаю, какой это год был? Я думаю, 19-й. 19-й? Я приехал в Питер из Грузии и сразу моя первая цель была встретиться с тобой. Я не был твоим кумиром никогда и у меня нет кумиров. Мне просто ты нравился, я тебя смотрел, в 19-й ноль по грузинскому времени запускал стрим и смотрел по часов 4-5. Это было круто. Поэтому, ну, это как-то выполнить ачивку встретиться с человеком, на которого столько потратил часов. Поэтому спасибо, что именно я. Я не знаю, как это вообще получается, но для меня ты большая персона в создании интернета. Именно нашей игровой тусовки. Внешне уже не такая большая персона. Да, да. Стало полегче. Чуть-чуть. Наушники. Я вижу, это Сенхайзер или мне кажется. Нет, это не Сенхайзер. Я тоже, кстати, сменил. До этого у меня очень долго были аудиотехника игровые какие-то. Это вот тоже я, в принципе, долго-долго очень... Вот вообще сейчас, перед тем, как что-то купить, я прям долго-долго серфлю информацию, потому что хочется купить типа лучше. Это сложно, конечно, потому что у всех понятие лучшего свое. Это тоже очень популярные музыкальные наушники. Вот DT770 Pro я, соответственно, 250 омов купил. Так и не понял до конца, на самом деле, на что эти омы влияют. Там есть 50 омов, 500 омов. Ну, я в 250. Работают и ладно. Аудиосистема, я вижу, DbX 286s, Focusrite аудиосистема. Да, все верно. И самое интересное, Alesis Q49. Я никогда не интересовался этой штукой. Ты сможешь что-то сыграть? Ну, что-то. Ну, хоть как показать... Это знаешь, как челеки покупают гитару, ставят ее в углу, и все думают, что челеки умеют играть на гитаре. Вот честно тебе говорю, я ее покупал еще в то время, когда я думал, что я все-таки буду еще битмейкерством заниматься. Сейчас я понимаю, что, конечно, это все-таки два разных направления. Я все-таки больше хочу сработать над голосом, над текстами и так далее, а биты там лучше покупать. Вот это больше, естественно, под биты, чтобы там что-то наигрывать и так далее. Сыграть? Давай. Пробую лучше. Да я не смогу, реально. Не, ну, серьезно, я пробовал там учить In the hand doesn't even matter, ну, что-то такое. Ну, не, не, не. Не, реально, это вот просто, чтобы все думали, что это настоящая студия. Понимаешь? Без миди-клавиатуры это не студия. Мониторы. У тебя в Enquim сколько герц? 144. Блин. Ну, он старый, я его покупал, типа, в 2015-м, наверное. И вот эти оба монитора, они старые. Я, кстати, их хотел бы заменить, но просто проблема в том, что у них отдать некуда. Продавать, естественно, в падлу, отдать там у младшего брата есть хорошие мониторы, то есть вот их девать просто-напросто некуда. Так бы я, конечно, поменял бы на какой-то крутой монитор сейчас, потому что я сейчас выигрываю-то не играю и, в принципе, не планирую особо. Я бы купил бы какой-то хорошую там мониторную на другой матрице. Камера. Ты перешел с вебки на камеру сразу на A7 II. Доволен? Конечно, доволен. Ну, то есть, типа, классно качать, особенно если там хочешь периодически на весь экран себя вывести, там, поразговаривать, пообщаться, естественно, качать совершенно другого уровня. Так, вы видите, не только мониторы для игр, у него еще и мониторы для музыки. Что это такое? Я не разбираюсь. Ну, по факту, это колонки. Сам, не знаю, почему они называются мониторами, наверное, это все-таки то, что типа, а-ля, мониторишь звук. Да. В этом плане. Вообще, по факту, ну, колонки. Шикарно. Это Adam Audio. Ну, я считаю, что это реально, ну, грубо говоря, топовые мониторы, которые там, ну, реально, мне кажется, даже не у всех русских сейчас рэперов там наших, типа, настолько крутые мониторы. А, кресло. Ну, кстати, я не знаю, ну, кресло такая, как бы такое. Но оно хуже там, чем тот же D-X Racer и так далее. Ну, просто, как-то вот я на нем сел, оно просто подошло мне по... Ну, то есть, я его максимально вниз опустил, и мне так удобно за моим столом сидеть. Я вот покупал D-X Racer, он на максимальном опускании чуть-чуть выше. Поэтому я его отдал младшему брату и сижу вот на этом уже давно. Вообще, у меня есть мысль купить себе кресло за 250 тысяч. Херман Миллер, может быть, кто-то слышал такую марку. Типа, говорят, прям суперские кресла, в которых ты реально там сидишь 8 часов, спина вообще не болит, на них все топовые стримеры заурбежные сидят, да? Ну, я думаю, 250 тысяч за кресло. С другой стороны, конечно, надо вкладывать в свое здоровье, но стрёмно как-то. Оно стрёмно. А сколько ты потратил на поролон? Поролон очень дорогой. А, тогда давай. И супер охеренно. Вот я говорю, у меня сейчас есть какая-то такая тема, что типа хочется вот реально по возможности, ну, есть возможности более-менее денежные, и хочется по возможности самое лучшее покупать. Поэтому поролон я типа мог купить какой-то китайский. Я, кстати, пробовал заказывать с Алиэкспресса китайский поролон. Качество говно, по факту. Этот поролон, я забыл, как называется, марка, но не будет рекламы, значит, бесплатно. Но его вряд ли кто-то будет покупать, его в России не купишь вообще. Я его заказывал с Германии. Мне его с Германии еле-еле привезли, потому что там были супер, ну, сам-то наш объемы, там супер, у меня там еще на балконе в шкафу их миллион. То есть супер огромный объем, я ездил там куда-то в центр, еле-еле доставил на Газели вез. Потом там на другой почте они еле-еле в дверь прошли, я не мог вытащить. Короче, еле-еле доставили. Странная история, да? Короче, супер-классный поролон. Он очень дорогой. Вот весь вот то, что внутри комнаты, ну, там тысяч 40, наверное, точно. Тысяч 40 на поролон? Минимум, минимум, да. Так, сейчас мы послушаем треки на этих мониторах по 25 тысяч. В итоге вся эта комната сколько пошлась по ремонту? Моя ставка 200. Да дороже, наверное, дороже. Ну, много. Ну, то есть там такие, как бы, не прям запредельную сумму, но много. Ну, так вот, как бы, даже не сосчитать на самом деле. Ну, не знаю, ну, так, чтобы не соврать, точно не миллион, но и точно не 200 тысяч. Ну, давай там, ну, ну, 400, может, не знаю, вот так вот. Ну, сочетать сложно, сочетать сложно. Сейчас, наверное, там уже ничего нет. Там все завалено, там... Кстати, ну, мы будем этот дом разгребать, малой туда летом пойдет жить. Молодцы. Младший брат, тоже стример Ливенбри, кстати. Ах, это уже второе упоминание. Ты же ставишь? Да, да, да. Получается так, что здесь он набирал самую большую аудиторию, здесь у него были самые классные стримы по онлайну, 12-часовой. Ну, плюс-минус, вот 12-часовой здесь легендарный был, где мне подарили нож, я танцевал вот этот танец, попой тряс. Все вот в этом старом доме. Запись. Все классно. Вы думаете, что вот это и есть дача, но нет. Дача меня удивила. Она очень суровая. Посмотрите на этот дом. Да, выглядит как будто ему плохо. Братан, этот дом строил своими руками мой прадед. Это шикарнейш... А, нет, подожди, или этот дом мы у цыганку били? Я забыл, кстати. Я реально забыл, подожди. Но это хороший бревенчатый дом, кстати, вот без шуток, плюс бревенчество дома. Летом там прохладно, зимой там тепло. То есть он как бы хорошо очень температуру регулирует. Это, это плюс большое. Давай в девятке настроить только такие. Давайте. Ну, лучше, чем многоэтажки. Правда? Варламов. Погнали? Варламов, да. Погнали. Погнали? Так, сейчас погода нам не повезло. Да, пройти нам будет сложно, конечно, но... Ты здесь, получается, проводил больше всего стримов по количеству часов, потому что что-то еще надо было делать. Ты сидел, стримил. А в городе более-менее, да? Можешь отвечать ни на что-то. Слушай, ну, не знаю. На самом деле, когда я активно стримил, я что в городе стримил постоянно, что здесь стримил. Это провод интернета. И только благодаря ему я сейчас здесь нахожусь. И мы знаем, кто это такой. И вы знаете, кто это такой. Я думал, как вы это скажете. Наверное, дело не только в проводе. Да, я хотел сказать, что не только в проводе дело, но решил не продолжать. Ну, ладно. Пойди попить, это и продлил кадр. Ну, это старый дом. Запах такого старого всего. Ну, кстати, мне такой запах нравится. Такой типа старого бетона, что ли? Мокрого-мокрого бетона, да? Да, даже. Не, прикольно. Дальше. Так. Так. Вот здесь мы заходим. Как холодно, да, это правда. Холодновато. Так, тут... А, так. Здесь всякие закрутки хранят. Тут твоя бабушка, получается, занимается... Ну, сюда хранить, да, я не знаю. Вот хочешь... Что? Это тебе вот, Шок. Отвезешь домой. Огурцы соленые. А шо, нет, не понравилось? Вот эта комната... Ты спал здесь? Ну, бывало. А ты тут... Ты реально здесь спал? Не, ну, ладно, а это сейчас не работает. Подожди, я понимаю, что здесь ремонт не евро, конечно. Ну, блин, мне кажется, многим на таких дачах живут. Нет, ты спал старый дом. Нет, ты именно спал здесь или в другом доме? Нет, здесь спал. Подожди, я спал, смотри. Я спал и в этой комнате один год. Еще один год вот там за шкафом. То есть там, где был стрим с занавеской, такой коричневый, это я стримил вот здесь вот, за шкафом. Когда вот стрим 12-часовой был, где я там танцевал, и тогда это легендарный 12-часовой стрим, но для кого-то легендарный. Я был вот в этой комнате, и вы видели сзади вот этот шкаф. Собака у меня еще живая в тот момент бегала тут. Вот это комнатка. Я здесь тоже спал, здесь комнат был. Сейчас я могу подсветить фонариком. Легендарная занавеска. До сих пор здесь, до сих пор с нами. Так, получается, здесь был компьютер, здесь были все девайсы. Все здесь, все здесь. И по сути, чтобы зарабатывать миллионы, какому-то витя издачи понадобилось 6 квадратов, даже 4, возможно. Какому-то витя издачи. И спал даже здесь. Я и спал здесь, и работал здесь, и ел здесь. А жизнь, ну как, 3 месяца лета, все здесь был. С этой занавеской вещал для вас. Обзоры на кино с него, простое мнение. Я правильно понимаю, ты сейчас сказал, что этот дом будет готовиться для твоего брата. Что значит готовиться? Здесь несколько вещей уберут, и здесь будет младший брат мой с другом жить. Получается, он повторит твой успех. Я надеюсь, я надеюсь. Он хочет, на самом деле, стать стримером. Ливенбрик у него никнейм. Четвертый раз! Хочет, на самом деле, да, стать стримером. Оставлю все-таки ссылку тогда. Поддержите молодого пацана, если есть возможность. Он, кстати, без шуток, ну, всего того, что я его старший брат, он как бы чем-то на меня похож. Типа тоже такие рассудительные, всякие разговоры ведет в кассочку играет. Ну, без шуток. Типа, я верю, что если он, ну, начал стабильно стримить, в принципе, будет результат определенный. С 16? С 16, да, уже все. А сколько будет это описание? Ну, конечно. Ну, слушайте, вторая легенда, представьте, вырастет. Получается, он тоже казино должен открыть свое. Либо что-то новое. Надеюсь, надеюсь. Надеюсь, мне процентом начислять потом будет. 33? Ну, хотя бы 33, да. Да, да, давайте даже 20 минут устроить уже, ладно. 26 лет. Как ты считаешь, что много я добился за эти годы? Ну, слушай, вот, кстати, вопрос такой прям глубокий. В целом, на самом деле, время идет. Вот, я понимаю то, что, конечно, надо расти еще выше, потому что вот если, например, грубо говоря, там, 3-4 года назад, знаешь, там, 21-22, там, иметь там свою квартиру, машину, да, сам заработать, там, иметь более-менее стабильные деньги, это хороший урень. В 26-27, в 30, это уже, ну, плюс-минус ближе, наверное, к норме, да, уже приближается. То есть, понимаешь, что, конечно, надо расти, но вообще, в целом, я не мыслю вот какими-то такими категориями, там, то, что многого я достиг, немногого. В целом, просто хочется найти свое счастье, и я, наверное, в пути к своему счастью. Вот так. Ты похудел, и, понятное дело, у тебя... Худею тоже важно, это промежуточный результат. Отлично. Потому что, как бы, еще работать, работать, работать. Какая у тебя цель в килограммах? Ну, цель, на самом деле, не в килограммах, цель так, что, вот, футболочку снять, и у тебя здесь прессик, там, все дела, чтобы, так можно было по флексе и так далее. То есть, цель, конечно, выглядит, нравится самому себе. Вот такая главная цель. Я вот сколько себя помню всю жизнь, я сам себе внешне, наверное, никогда не нравился. Ну, вот, реально, сколько я себя помню, наверное, потому что и с весом, как бы, с детства, да, какие-то проблемы были. То есть, хочется, наверное, максимально самому себе нравится зеркала. Вот такая цель, да. По килограммам, там, уже не важно, сколько это будет. У тебя есть фотка до и после? Ты это делал? Есть, но пока я не готов показать. Вот этот эксклюзив я не смогу тебе дать. Это уже, там, ну, когда я полностью буду готов уже, морально и физически, тогда, да, естественно, будет до, после, и там, как бы, все охренеют. Обращался ли ты к врачу с пониманием того, что ты сможешь похудеть или нет? Нет. Кстати, ну, тоже вот, кто будет смотреть, естественно, в идеале проходить обследование, обращаться к врачу и так далее, но я считаю, что я не использовал какие-то экстремальные методы похудения. То есть, я просто пытаюсь правильно питаться и заниматься спортом. То есть, в принципе, естественно, излишний спорт, излишне неправильное питание в плане, там, если, например, очень мало калорий есть, может навредить. Но я это, опять-таки, изучал. Я, ну, считаю себя все-таки не глупым человеком, естественно, я, там, не урезаю калории, там, до 500 на первый день, не сбиваю, там, себе метаболизм в ноль и так далее. То есть, я, как бы, грамотно подошел к вопросу, но к врачам нет, к врачам не обращался. Вспомним годы начала гебблинга, КС Гулаки. У тебя была с ним большая история, ты начал продвигать этот сайт, и тебя, что ли, обманули, либо тебе не понравилась система подкрутки, которая там была. Я тебе не брат, давай на этом... Да, взаимно, это мое слово поразит. Я тебе чмо, да? Согласен, абсолютно. Петушок, петушок. Я тебе чмо. Петушок, петушок. Петушок, петушок. За свои слова надо отвечать, и мы обязательно об этом поговорим отдельно уже в Питере. Да, да, да. Сейчас мы будем разговаривать строго по делу. Да, да, да. Расскажи подробнее, как сейчас у тебя отношения с Колей, который был под фейковой страничкой. Каким Колей? Фейковой страничкой в разоблачении. Он общался с тобой в ВКонтакте, Коля. Не знаю, они как бы тогда и закончились там в каком-то вот этом году. Хотя я помню, вроде он мне, может, года два назад что-то писал по какому-то новому проекту, что ли. Я увидел, что это он в переписке сразу заблокировал. У меня почему-то не был заблокирован, что-то такое. Ну а так, никаких отношений, конечно. Не знаю, подожди, а ты думал, мы с ним... Не, как раз мне было интересно, он с тобой связывался после этого. Да нет, нет, конечно. Ну там, когда вот этот конфликт был, там какие-то угрозы от него сыпались. Я даже там один раз в ментовку ездил спрашивать, можно ли заявление подать. Ну вот какие-то мне фотки прислал с пистолетами в мою фотографию направлено, что-то такое. Хотя, кстати, он тоже, он обещал, что приедет. Он вычислил ему адрес, который не так сложно было на тот момент вычислить. Сказал, я там буду. Я такой, приезжай. Вот он пишет уже, все, я по дому. Я вышел, там даже съемка была, ну это когда-то 2015 год. Вот я вышел вокруг дома, прошел, покричал, Коля, Коля, типа никого нет. А в целом ситуация, ну слушай, на самом деле очень старая тема. Я, может быть, даже ее частично смутно помню, но если вкратце ее рассказывать. Мне предлагают рекламировать рулетку. На тот момент это, в принципе, единственная рулетка была. Тогда CSGO Fast еще вот хоть как-то появлялся, да. Единственная рулетка. Предлагают рекламировать какие-то абсолютно смешные деньги. Ну на тот момент они казались небольшими. По-моему, 15 тысяч в месяц что-то такое. У меня там онлайн был 10 тысяч, по-моему, в тот момент. Шмарка. Ну это вот то время, понимаешь? Я такой, блин, ну охренеть, типа дополнительный, ну для меня это хорошая сумма тогда была. Какой кошмар. Это факт, это факт. 10, 15 тысяч. 15 тысяч онлайн? Да. Ну ладно, 10 тысяч онлайн, может быть, 3. Нет, нет. Кошмар. Я не помню, какой это был год, какой у меня прям точно был онлайн. Может быть, не 10, может, я преувеличил. Может, 10 тысяч это было, когда я уже прям на лютом хайпе. Может, это было там 3 тысячи, 4. Ну, короче, это были нормальные цифры. И 1015, я прям точно помню, 15-20 тысяч в месяц. Я начал рекламировать. Я реально много там выигрывал. И так получилось, что я понимаю, какие у меня цифры, я понимаю онлайн. И я, типа, ему пишу, ребят, типа, если там у вас все устраивает со мной сотрудничество, типа, может быть, немножко повысим зарплату вот эту месячную. На что он мне отсылает, типа, ты зажрался, там, в таком роде. Я не могу понять, ну, как бы, почему. Если хорошее сотрудничество, я же понимаю, я начал уже понимать, сколько эти сайты реально приносят денег. Там он мне говорит, я 500 тысяч в день зарабатываю. Он мне платит 15 тысяч в месяц и говорит, что он там 500 тысяч в день зарабатывает. Я думаю, ну, ну, можно мне хотя бы, там, ну, 50 тысяч в месяц, я не знаю, ну, типа того. И я ему пишу, он говорит, что я зажрался. И потом я начал перечислить переписку. Ну, в этом, кстати, меня там обвиняет кто-то, что, типа, я изначально знал накрутки и так далее, но реально не знал. Я начал перечитывать и понимаю, что, как это вот получилось, почему он говорит, что я зажрался. Что видно, он подумал, что я понимаю, что, типа, вот он мне выплачивает, как скинами. То есть, типа, то, что я выиграю на сайте, типа, это моя зарплата. А я этого не понимал. Я думал, ну, я реально выиграю. Я же ставлю, у меня там 15% шанса и так далее. Я не знаю, там, сколько мне подкручивали, все ли мне подкручивали. Это я понятия не имею. Но, как будто, я, как бы, поперечитывал, увидел там вот сообщение, типа, вот, а-ля. Ну, ты же понимаешь, чтобы рекламировать, ты должен выигрывать. Вот такие, знаешь, сообщения. То есть, я переосмыслил. Кто-то думает, может быть, опять-таки, типа, а-ля, я обманывал. Но, ну, я реально дурачок был. Я не знаю, я сейчас понимаю, что, ну, естественно, я был гораздо глупее, чем я сейчас. Это сколько было, там, лет назад. А так опыта брать не от кого? И опыта не было. Да, ну, то есть, по факту, ну, реально, как бы, ну, так вот. Ну, как только я это понял, я, естественно, сразу вот это разоблачение выкатил. Там, вот этот разговор с ним и так далее. Ну, то есть, типа, разоблачил. Это ведь и легендарно звучит. Обманули в казино, открыл свое казино. Да, ну, по факту. Так после этого я пост сделал, типа, открою на свою рулетку с блокджеком и шлюхой. Я прям пост сделал в контакте. Открыл. Расскажи, пожалуйста, все хорошо ли было с разработчиками? Как был рабочий процесс и какой у тебя был процент доли? Ну, опять-таки, в силу того, что я был маленький дурачок. Только не говори, чтобы больше 70 отдавал. Сейчас, ну, дослышу до конца. Не, ну, смотри, ну, вот опять, ну, блин, я, это, на самом деле, любые ошибки, я считаю, это хорошо. Потому что без ошибок мы не будем учиться и мы не будем прогрессировать. Я, как бы, понимаю, что тогда я был незрелый, там, и так далее. Ну, в чем суть? Я разрабатывал рулетку с каким-то, там, полуподписчиком, что-то такое. Мы делали, 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 тестировали, ну, плохо шло. Типа, он то не работает, то падает, то есть, там он как-то вручную пишет. Ну, какой-то челик, типа, ну, рандомный, можно сказать, делал. И получается, что параллельно с этим, как вот мы разрабатываем с этим челиком, и ничего не получается. Мне приходят челики и говорят, что у них уже готовый сайт, просто осталось зарегистрировать домен, запускаемся. Ну, я такой думаю, ну, надо, надо соглашаться. И вот мы сидим в тюспике, они говорят, ты согласен? Он такой, ну, да, надо. А два по процентам теперь обсудим. И они такие, ну, у нас, а, там было их двое. Ну, у нас трое, давайте на троих делить, по 33%. Я такой, ну, ладно. И это, ну, по факту, было ключевой темой. Ну, конечно, естественно, я и так супер дохера заработал. Ну, то есть, там по цифрам, если интересы, там были, ну, я это на стриме вроде рассказывал, что были там дни, не знаю, ну, 100 тысяч денег могло капать, да. То есть, это огромные деньги. Чистые в тебе... Да, 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 это огромные баб... Это, понимаешь, я тоже там, ну, сейчас поподробнее расскажу о моих каких-то, может, подозрениях и так далее. Ну, то есть, огромные бабки прокручено. Но это не так, что ты 100 тысяч денег зарабатывал в течение года, да. То есть, естественно, это какие-то максимальные цифры, там, и так далее. Но, естественно, я много заработал. Но я, там, на хату, сейчас заработал, там, вот, очень быстро. То есть, квартира, там, 4,5, да. То есть, я квартиру, там, копил... Я помню, вот, я копил очень долгое время 1400, со стримов, там, с донатов. И вот в какой-то момент я помню, что я, там, буквально по щелчку заработал себе на хату. Я вот помню. Вот. Ну, а на тему процентов, да, вот так вот, как бы, глупо. 33%? Да. Какая у тебя была роль в проекте? У тебя был доступ к финансам? Да, да, конечно. У меня был доступ, там, через что у нас там проводилось, через... UnitPay, что ли, через... Ну, то есть, ко всему у меня доступ был, да. Домен был на мне, соответственно. То есть, если бы меня что-то не устроило, я бы домен мог бы забрать. CSGOHOT, который я продлеваю до сих пор, чтобы его не украли, но он не работает, к сожалению. Вот. Получается, по админу... Ну, в принципе, я, на самом деле, не могу о них, там, ничего плохо сказать. То есть, в принципе, я их за руку ни за что не ловил. В целом, меня сотрудничество устроило. Как бы они, в принципе, я считаю, довольно классно все контролировали. То есть, реально, я, в принципе, ни о чем не парился. То есть, они общались, там, по поддержке. Ну, то есть, в принципе, они все делали. Я не парился. То есть, мне просто бабки поступали на карту раз в день и все. То есть, каждый день они скидывали и все. В принципе, я также, там, контролирую статистику и так далее. Ну, конечно, вот есть такое небольшое осадочек, возможно, что, конечно, я не могу знать, на 101% подкручивали ли они, может быть, себе, например. Не мне, да, на персами заходили из каких-то фейковых аккаунтов, возможно, себе там что-то этот. Это я не могу гарантировать. Но это вот вопрос о том, что ты меня споришь, подкручивал ли я на своем сайте. Я себе ничего не подкручивал. В админке у нас не было никакой, там, функции подкрутить. Админов я не просил себе подкручивать. И админов сам за руки я не ловил. То есть, я, как бы, в этом плане, вот, сам перед собой, я, как бы, чист. Уверен ли ты, что они не забирали себе лишние деньги, говоря, что это убыток? Ну, наверное, уверен. Потому что я видел все-таки статистику. Я понимал, сколько игр, примерно, на сайте. Я понимал, ну, у нас же там сколько? 10% как вот обычно на рулетках, типа, составки, да? И, типа, ну, нет, ну, в этом плане, я думаю, да, что финансы были, все-таки, я контролировал. Сколько в месяц выручка, как из выхода было? Ну, вот, я говорю, так считают, что в лучшее время. Но я говорю, ну, мне на руки могло 100 упасть. Ну, получается, 300 в прибыль было на всех. Ну, то есть, 300 в день, да, грубо говоря, на всех, плюс-минус. Это в лучшее время? Ну, это вот лучшее время. Но это, опять, недолго там держалось. Это, ну, месяц-два, может быть. Ну, что-то, что-то около того, да. Нет, ну, она, естественно, на рулетке это очень прибыльно. Это очень прибыльно, очевидно, я думаю, для всех. Ты общаешься с этими разработчиками? Нет. Ничего не писали они тебе? Ну, тогда закрылось, как будто Габен выпустил вот это обновление, что скин блокируется на неделю. И мы подумали, что, в принципе, это никак не обойти изобилие. Хотя потом, естественно, уже как-то начали обходить зарубление. Да, быстро очень. Ну, мы как бы просто, ну, на тот момент, естественно, уже как бы особо там онлайна не было. Ничего, там какие-то копейки капали. А сейчас рынок в два раза больше. Да? То есть, хочешь сказать, вот это все рулетки, это прям суперактуально до сих пор. Они заработают больше. Если драголожа стояла пол-три тысячи долларов, знаешь, сколько он стоит сейчас? 12. Это крипта, которая умножилась на их 12. Ну, слушай, вот не знаю. Вот видишь, мне видно сложно оценить, потому что я за это сфера ушел, и мне кажется, что это загнулось. Ну, вот как бы, ну, по крайней мере, ну, блокируют как-то, пытаются ограничивать что-то делать. Слушай, зная в альфа, они могут заблокировать вот прямо сейчас по гамаре. Нет, если блокируют же даже вот имеется ту, раскомнадзор сайты, предположим. Не на все же можно зайти. Да, не знаю все. Да, люди намерены меня. Машина, Infiniti. Это, наверное, единственная машина с тренером, потому что ее никто не берет. Infiniti это все-таки билет такие вот. Еще и седан, еще и Q70. То есть вот QX50 вот эти, которые, как они, распространены, а вот Q70 вообще уникальны. Ты купил ее за сколько? Да, с половиной миллиона. И продаешь ее сейчас? Это эксклюзив! Да, я собираюсь менять машину, в трейд-ин, получается, в салоне BMW оценили ее миллион 840. То есть в машине 5 лет? 2016-го было. Это очень хорошая цена, сейчас рынок очень сильно вырос. Но у нее пробег 17 тысяч и пробег 17 тысяч. И состояние идеальное. И мне, в принципе, даже в салоне сказали BMW, что машина интересная. То есть реально таких вот по городу особо не встретишь, не едешь. И внешне она прикольная. Вот если салон там реально, я вот уже понимаю сейчас, что салон очень колхозный, очень старый, говеный, то внешне машина до сих пор актуальна. Это лучшая и самая дорогая машина, в которой я когда-либо за свою жизнь сидел. Которую водил? Нет, именно сидел. Следующая машина. BMW 5-й серии, M Sport Plus, обвес, мотор, который 249, по-моему, 6 секунд до сотки. Вот, поэтому сейчас Витя, по сути, сядет за такую же машину, просто другой будет мотор. Да, блин, я вообще не особо хотел, потому что я сяду за машину шока, которая едет 3 секунды до сотки. А мне через месяц ездить на своей, которая 6 секунд до сотки. Ну давай, ладно. Перемещаемся. Виктор. Виктор, вы гоните? Виктор. Ваши топ-3 фильма, которые вы посмотрели. За всю жизнь? За последнее время. Нет, за всю жизнь я знаю, что ты ответишь. За последнее время. Я два назову просто первые, которые в голову крутые пришли. Давай. Давай, начало, Джанго Освобожденный, Достать ножи. А никто смотрел? Про что? Нэй Шулер. А, не-не-не, я вот говорю, русские фильмы не особо все-таки. Хотя Нэй Шулер любят. 50 на 50, Нэй Шулер. Там этот играет офигенный же, Бопа Дзинкерк. Да-да-да. Ты сейчас начал увлекаться музыкой, топ-3 рэпера. Постмолон, Тинтансион, Джусь Ворл. Окей. Топ-3 русских рэперов. Я знаю, что ты не слушаешь, но есть уже кто-то, кого ты можешь послушать и не будет кринжа такого. Ну, слушай, ну вот я тебя, например, назову, ну я никого не, вот честно не могу назвать, если можно послушать одну песню. Ну, хорошо, вот «Розовое вино», предположим, да, вот первое, что я вспомнил. Лжей. Ну, типа, ну, типа, забавно, ну вообще я больше фидук. Ну, типа, забавно, но я ее слушаю, там, не знаю, раз в год случайно где-то на радио, понимаешь? То есть, да, я не могу сказать, что я считаю, что это говно, но я не слушаю русскую музыку, реально не слушаю. Нет, точнее, я могу послушать русскую музыку что-то типа, что-то типа этого, там, группа кино, например, да, Виктор Цуэлл, в таком роде, старую там. Витя, сколько жмешь? Ну, что без стран, давай так, ну, 80 я могу пожать на раз. Если прям вот с травмы очень постараться, лезть из штанин, там, не знаю, может быть даже, наверное, 90, но это уже будет типа неправильно, с травмы, не знаю, в таком роде. То есть 80 на раз это более-менее безопасно можно пожать. Вот. Это, в принципе, я считаю, неплохой результат при условии того, что все-таки я занимаюсь в последнее время на похудение. Нажми, нажми. Испугался? Не, не испугался, но просто я отпустил просто, я отпустил газ, я не тормозил. Все. Вот. Ну, 80, пусть будет 80-85 мой рекорд личный, можно так сказать. Топ-3 блогера, которых смотришь. Ну, давай первым, кто в голову приходит. Ну, BadComedian я смотрю новую, да, естественно, которую он выпускает. Ну, Дудя стараюсь смотреть тоже, если какие-то интересные интервью выходят, которые мне интересные. Ну, Савангайм смотрел, не знаю. И третий. Мне нравится в последнее время смотреть всякие смешные подборки фейлов в спортзалах. На каком сайте? Я считаю, крутые и адекватные. Я, если кто-то, все-таки много новой информации получаю. Поэтому... Всякая качалка? Ты тратишь время очень много, потому что это короткие ролики, и подсознательно думаешь, что ладно, еще один ролик посмотрю, я потом же 10 секунд. И в итоге ты тратишь очень большое количество времени, которое мог потратить на более полезные вещи. Ну, я согласен. Просто умение контролировать это время не всем дано, поэтому я выбрал именно удалить. Если тебя спросят обычный вопрос, где ты пропадал? Какой у тебя ответ? Сам развивался. Книги, фильмы. Спорт, питание, да. Ну, то есть, на самом деле, в принципе, опять я из стримов, можно сказать, уходил постепенно, то есть я вот стримал каждый день, потом в какой-то момент я начал брать 1-2 выходных в неделю, потом я вот перешел на график, типа, день через день, и как-то вот в какой-то момент я просто перестал подрубать, и все. И как-то вот, на самом деле, я вот за это, на самом деле, даже извиняюсь перед теми, кто меня ждал, надо, наверное, было сделать какой-то пост, видос, может быть, что ребят пока не будут стримов, но я как бы, наверное, сам это не понимал до конца, то есть я просто подрубал по желанию, потом это желание исчезло, и как-то вот я не вернулся, и как-то и все. Ну, в целом, так, Эша, то есть, тратил время на питание, спорт, книги не особо, конечно, врать не буду. Ну, в целом, да, вот так, испанский начал учить. В целом, вот, за эти, там, вот, сколько я не стримал, месяца 3-4, в принципе, ну, более-менее много что изменилось. Ну, так вот, как бы по мелочам, но, тем не менее. То есть, спорт, питание, испанский начал увлекаться, там, не знаю, на машине больше стал ездить, на линзы стал носить. Вау. Вот, то есть, вот, у меня зрение, как бы, не очень, я раньше носил только очки за рулем, сейчас понимаешь, что, конечно, хреново, когда ты плохо видишь на улице, там, и так далее, хочется полностью видеть. Ну, то есть, какие-то такие мелочи, типа, пытался повысить уровень своей жизни, вот так. Твоя личная жизнь что-то изменилось? Не особо. Были попытки? Ну, как сказать, ну, если мне что-то проглядить, серьезные отношения, пока серьезных отношений я не ищу. Жениться, там, вот, какие-то такие, знаешь. Тендер не установил? Установил. Значит, вы эти попытки? Ну, нет, понимаешь, все-таки попытки, попытки, когда ты стараешься, там, что-то из кожи, вон лезешь, а то, что там с кем-то общаешься, ну, как бы, так, наладите, наладите. То есть, такое, что я, там, типа, ищу себе отношения, девушку, то есть, нет. Были ли у тебя какие-либо попытки бизнеса, пока ты был, по сути, АФК-стример? Ну, это ты сейчас подводишь, возможно, криптовалюте. Да. Вот. Ну, я, соответственно, не говорю, что, ну, попыток бизнеса не было, но, там, вот, кто может интересуется, на что ты живешь? Ну, естественно, в первую очередь, это накопление. То есть, например, я вообще, в принципе, удивился, вот, когда я же брал перерыв от стримов, и я вот вернулся в стримы где-то в конце лета или в середине лета, вот когда. Я вернулся, и я вернулся как-то бодрячком. То есть, у меня онлайн вырос, я зарабатывать очень хорошо стал, то есть, там, вот, рекламы много сейчас. Ну, сейчас вообще, в целом, бизнес очень сильно в плане Твича продвинулся. То есть, очень много рекламы, рекламодатели хорошие деньги платят. То есть, я к тому говорю, что я, в принципе, за это время пока стримил, там, вот эти полгода, да, я прям хорошо заработал, накоплений у меня много. Вот. Ну, и часть этих накоплений я в какой-то момент вложил в криптовалюту. Я их вкладывал еще и в 2017 году. Так получилось, что я вложил в 2017 году, плюс-минус несколько месяцев назад что-то вывел, и обратно еще вложил денег. И так получилось, что я вложил вот перед тем, как вот сейчас криптовалюта прям по новой начала расти, расти, расти. И получается, что у меня были накопления, и плюс сейчас у меня еще неплохие суммы лежат в виде криптовалют. Криптовалюта, конечно, это не прям вот реальные деньги, которые ты прям сейчас можешь использовать, но если я их грамотно выведу, то это будут деньги. Какая у тебя сейчас сумма на крипте? Ну, я говорю, точность суммы назвать не буду, но сумма такая, с которой я бы со своей семьей комфортно мог бы жить там несколько лет и не думать о деньгах. Ну, не работая, ничего. То есть несколько лет, там, два, три, может, четыре. Ну, в зависимости от того, сколько тратить и так далее. Правда, трачу в последнее время неоправданно много. Я сейчас много себе всякого заказываю говна на самом деле. Там всякие какие-то вот картины я там повесить хочу, какие-то там кастомные маски. Я, ну, маску периодически ношу, ну, от коронавируса, да, в лифте и так далее. То есть какие-то кастомные маски, какие-то значки из Ди Каприо. Знаешь, вот такой шопоголик. Вот, там, Джордан, ну, то есть шмотки какие-то. Ну, короче, там, трачу, да. Щетку себе зубную за 20 тысяч купил. Кстати, супер шикарно, щетка Филинс. Вот я не думаю, что, как бы, настолько... Вот ты... Я раньше пользовался щеткой что-то Oral-B, что ли она называется, там, 1500 рублей. Ну, обычно щетку, типа, чистишь зубы и все. Сейчас, как бы, я понимаю, что, ну, у меня реально зубы никогда чистые, походу, не были до этого, счет. Ну, знаешь, такие вот какие-то моменты. Ну, прям до хрена трачу. Так, плюс реклама. Да. Diamond Care, что-то там, большое название, в районе 20, на помню, стоило 20-25, что ли. По факту это суперогромные деньги, да, за щетку. Но, блин, я реально почувствую, что это стоит того. Вот. А эта комната, соответственно, здесь я вот... Ну, как он там, в 2019-м я здесь был. Вы увидели вот этот задний фон, что здесь все завалено, вот, непонятно чем, всякими инструментами. Груши легендарные, да. Оружие деревянное. Оружие, блин, шикарное. Я столько вообще пацанов положил в молодости вот с этого калаша. АК-47. Слушай, Dixiracer, что это такое? Ну, кстати, шутки, шутки. Нет, подожди, я тебе хочу сказать, что этот стул у меня прослужил фиг знает сколько лет. Еще здесь стоял, да, сколько времени. Единственное, что подобшарпывалось. Ну, так, по факту, он в хорошем состоянии, я считаю. Вот это без шуток плюс респект, потому что кресло там уже лет 8, наверное, 7. Какой он холодный, господи. И оно более-менее живое до сих пор. Так, ну, да, живое. Нет, без шуток. Ну, сидеть можно комфортно, мягко еще, да, еще мягко. Вполне. Груша. А вы спросите, Эрик, да и что это груша? Оно легендарное. Смотрите, что было с ним. Ого. Ну, четко. Еще раз. Не, ну нормально же. Нормально. Это я провел, да? Видите, я буду вот так, наверное. Повторишь? Ну, давай попробуем. Вау, получается. Нормально? Ну, блин, честно, можно еще чуть лучше, но просто я отвечаю на лоха. Очень сыро, очень скользко. Я боюсь, что если я прям реальную вертушечку, как... Это запись? Это запись? Да. Как ганфлат на вписке, по-моему, он пукнул. Я это интервью не смотрел, но я видел вырезку в ТикТоке, где ганфлат крутил вертушку и пукнул. Я не хочу повторения этой истории. Как это по кунг-фу было? Вау! Upgrade, skilled. Раньше не мог выкинуть, сейчас же выкинул. Тебе не кажется, что персонаж по имени Айтипедия повлиял на твой спад? Ты сейчас предлагаешь мне из-за двух примеров сказать, что я про тебя что-то собрал или что? Так, Алексей, по новому кругу. Я видел твое отношение. Нет, 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 Алексей, подожди, подожди, Алексей. Ты сказал о том, что у тебя есть доказательства, что я ЧСВ, но ты их предоставить не можешь, чтобы не подстрелять людей. Я это принял. Ну, конечно, повлиял, но косвенно, я считаю. То есть он повлиял на мою мораль, а из-за моей морали, естественно, упало качество контента, и из-за этого, соответственно, я скатился. То есть суть в том, что просто я помню эти времена, такие мрачные, можно сказать, когда я там каждый стрим, грубо говоря, сидел там, ну, меня, грубо говоря, в чате посылают, и я в ответ посылаю, знаешь, там какие-то разборки с хейтерами, ну, короче, один негатив. Негатив, негатив, негатив. И, конечно, как бы, когда люди там, не знаю, месяц назад заходили, видели там позитив, суперфраги какие-то в КС, а сейчас они заходят, и каждый день вот одно и то же, типа вот это, типа какие-то, ну, митье, можно сказать, да. Естественно, как бы онлайн потихоньку начал падать, потому что люди уже понимают, что, ну, типа, контента нету нормально. Вот. Но, естественно, это как бы случилось из-за всего этого конфликта, да. Жалеешь ли это, что ты его начал? Нет. Ну, это, понимаешь, это, я считаю, во-первых, ситуация сетипедия, на самом деле, как я уже сегодня, я не знаю, там, раньше-позже это будет, то, что все ошибки закаляют. Если бы этой ситуации не было, в любом случае, рано или поздно случился бы еще какой-то конфликт, в котором тоже мне, наверное, было бы морально тяжело и так далее. То есть мне в любом случае вот такую тему надо было пережить. В любом случае. Все вот эти микроконфликты со мной в те годы, типа, в 2016, в 2017, я вижу, вот, может быть, это немножко по-детски прозвучит, но, как бы, я сижу в своем мерке, да, я был закрытый, да, я ни с кем не общался, да, может быть, я был странноватый, но я сидел, играл в кэсочку, никого не трогал, и вот меня извне, как бы, бомбили, да, как бы. Может быть, это все-таки частично связано с тем, что, грубо говоря, у меня было 10 тысяч онлайн, а на твиче, вот там, у других русских стримеров в тот момент, ну, было там гораздо меньше цифры. Может быть, конечно, за счет этого, но мне, в принципе, многие люди, ну, немногие, некоторые, кто меня обзывал, грубо говоря, при личной встрече, даже и говорили, что, ну, да, это там некий пиар, можно сказать, был. И вообще, в принципе, все те, кто меня обзывали, при общении в реальной жизни, мне никто не смог объяснить, за что, прямо, ну, почему. Ну, реально, я не буду примеры приводить, но, реально, с несколькими людьми я общался, и все, как бы, говорили, что, ну, типа, ну, прям, ну, нету какой-то вот прям четкой причины, просто как тут было и было. Но я к тому говорю, что, типа, Ну, не знаю, конфликты какие-то все высосаны из пальца были То есть я сижу, играю в CS, меня обосрали Я на это обиделся, тоже там в ответ, может, что-то сказал В таком роде Вы контактировали с эти педи после этого? Нет, нет, нет Я не прям долго после конфликта Не через большое время после конфликта Я ездил в Одессу на какую-то твич-сходку И он там должен был быть И вроде как, я думаю, мы там перещемся Но он в итоге туда не приехал Не знаю, по каким причинам Насчет встреч с Шрузом Вы конфликтовали Девчонка, это ты, я тебе еще раз говорю Ты 20-летний уебок Который, блядь, в 20 лет Тип, тебя 16-летний Обыграть скинах, ты поднимаешь кипиш Но ты лох, блядь, обоссан Конфликтовали, но встретились на одном фестивале Ну, это вот один из этих примеров, в общем-то Ну, раз ты его сам привел В принципе, Шурс в реальной жизни мне ничего не сказал Сказал, что, типа, забей, извини Ну, то есть, ну, в принципе, извинился То есть мы как бы пожали руки, все нормально То есть оставились положительные эмоции И конфликтов никакого нет Ну, да Но его на тот момент, в принципе, не было Братишкин Ну, то, что, в принципе, я писал Ну, в эпицентре Ну, вкратце Я приезжаю на автор-пати Эпицентр, меня позвали Ну, на тему Твича Ну, я не знаю, там вообще автор-пати Эпицентр была Ну, не суть важна Вот, в итоге Просто вижу брасишки там сидят в компании Я такой, сзади подхожу За плечо приподнимаю Говорю Ну, что, разберемся? Или что-то такое, типа Ну, он такой, типа, погнали На улицу Ну, я такой, ну, ладно Не, ну, он, конечно Не знаю, там, был готов драться Не был, но как бы он не так Знаешь, не прям то, что там забоялся Еще что-то Ну, якобы у меня не было цели испугать Я больше, как бы, по-дружески, по-приколу Вот Ну, и там пообщались Посидели, там Хесус еще был Вот, пообщались Как бы, ну, я не знаю Я даже уже не помню Прямо суть разговора Ну, суть Вот, с братишкиным конкретно В том, что, типа Он меня, вроде как, начинал обзывать Потому что, типа, он увидел Что я его заблокировал ВКонтакте Почему я его заблокировал ВКонтакте Я не помню Возможно, мне кто-то начал писать Что он меня обзывает Но, вроде, он говорит, что это было После того, как его заблокировали Может быть, мне кто-то скинул фейк инфу Потому что в то время бывало такое Что конфликт развязывали, да, в чат А я, типа, поверил Может быть, его заблокировал То есть, как-то вот Какая-то такая хрень Но суть, опять-таки, в том Что братишкин, типа Ну, по его словам Вроде как, супер там Обо мне мнение изменил После вот этой встречи в реальной жизни И, соответственно, руки пожали Тоже, типа Ноль конфликтов Игорь Суслов Какие у вас сейчас отношения? Никаких, опять-таки Вот как То, что вот там Все эти вот конфликты То, что был на этот Ну, хотя с ним не было Каких-то лютых конфликтов Но просто тогда тоже Прекратили общение Гринглайт Какие у вас отношения? Ну, хорошее Хорошее У нас никогда не было конфликта, кстати В интернете ходит Слух Периодически говорят Что, а вы с Гвином уже ссорились Мы с Гвином никогда не ссорились У нас был промежуток Когда мы переставали общаться По-моему, по моей инициативе Честно, клянусь Не могу сказать Прям почему так случилось Сейчас периодически списываемся Вот если там Он в Питер приезжает Или я в Москву Например, и он в Москве В это время Естественно, пересекаемся Общаемся Нормально С Карлитой Йоханссен Амбиции остались? Да нет, конечно Она постарела уже Ты че? Посмотри на ее Братан, ну извини меня Грудь вытащила Губы перестала качать Ну ты че? С Карлит? Ну что, прошло твое время? Не, ну не в обиду Ну блин Ну давайте честно Посмотрите, как сейчас С Карлит Йоханссон Выглядит в 2021 году И как она выглядела Например, лет 7 назад Ну 7 лет Это большой срок Ну и объективно Типа 7 лет назад Она была все-таки На мой взгляд Для меня более-менее Ну может там Каким-то микроидеалом красоты Сейчас она Она нормально выглядит Ну просто Сколько я там Лидер 35 То есть это такая Это уже женщина Это не девушка Это женщина А кто сейчас Твой краш? Из звезд? Да А что есть не звезда? Нет, ну просто Типа Это хорошо было Да нет Ну слушай, я не знаю Но мне Маргу Робби нравится У нее лицо Очень миловидное Но вот фигуры Я бы не сказал Что у нее топают Например, если по Локус Лос-30 Иди, да Я бы не сказал Что у нее прям Шикарная попа или грудь Ну объективно Для меня На мой вкус Лицо у нее красивое Ну Маргу Робби пусть будет Ну еще годика четыре И потом уже новые Да, на помойку и новые Братан, знаешь Мечтать можем о ком хотим Правильно? Это наша мечта У тебя в какой-то момент Был щелчок в мозге И ты начал худеть Что у тебя поменялось В приоритетах жизни? Вот это естественно вопрос Наверное, которого я ждал Но реально я Даже при желании Не смог как-то на него подготовить Внятный ответ Потому что я сам не могу сказать Вот у меня было На самом деле Можно сказать Два щелчка Я до карантина Начал заниматься активно спортом День через день ходить в зал А когда я начал только заниматься Я даже каждый день ходил Это неправильно Но тем не менее До карантина До карантина я познавался Где-то два месяца День через день ходил Без пропусков Все отлично Потом карантин На карантине как-то Ну и питание Плохо пошло Спорт соответственно Залы закрыли Не мог заниматься нормально И как бы забил То есть это даже можно Не считать особо И потом Ну вообще худеть Я пытался в течение всей жизни Я думаю Как многие полные Там толстые люди Да Как бы попыток много Но вот карантин заканчивается Я съездил в Москву Там бла-бла-бла В Сочи Вернулся И вот в конце октября Ну перешелкнул Что пора возвращаться Я из Сочи В принципе тоже уехал раньше С мыслями Я там ребятам сказал Что типа Я понимаю Что надо уже все Работать над собой Ну то есть надо что-то делать Уже все не могу Что-то надо делать Я возвращаюсь Как бы с мыслями Что пора заниматься собой И вот начинаю ходить Опять в зал Поставила себе цель Ходить день через день Без пропусков И эту цель я выполнил Я до сих пор хожу День через день Полгода уже День через день Без единого пропуска Минимум 2 часа у меня тренировка Вот шутки шутками Это как бы немножко Я нахвастаюсь Но мне кажется Это вот блин Ну это неплохой срок То есть полгода Без перерывов ходить У тебя очень хорошо получается Делать что-то монотона И по графику Как ты стримил Сколько год С паузом 2-3 Согласен И как только ты начинаешь Делать паузу Все срывается Ну в принципе Мне кажется Так в жизни надо Пытаться устроить Как-то по графику Потому что как только графика нет Собраться гораздо сложнее Ну я говорю Первый щелчок на тему спорта Вот пересчетнуло И я вот хожу полгода На тему питания У меня щелчок произошел На самом деле не так уж Давно Может пару месяцев назад Может три месяца назад То есть я ходил в зал Занимался спортом Потихоньку худел Но питание было развязанное То есть бывало Что я там мог себе позволить Ну гамбургер Там где-то съесть суши То есть питание плохое И вот три месяца назад Где-то вот щелчок такой Что ну блин Я так убиваю в зале Я реально там Меня вперед ногами Из зала выносят Грубо говоря И типа я прихожу домой Седаю например гамбургер И ну практически Все вот эти Тренировки в зале Особо ничего тебе не дают Потому что все-таки Основа это питание Для похудения И вот щелчок Что надо питание И вот как только я питание наладил То есть у меня основной вот вес Как бы вниз пошел Наверное может месяц три назад И с питанием Со спортом Конечно все Прям очень быстро У тебя были побочные эффекты Из-за такого Ну по сути быстрого похудения Ну слушай Наверное пока я не чувствую Но имеется в виду Ну я не знаю Говорю что с кожей будет Потому что когда ты худеешь На большое количество килограмм Типа Ну там растяжки Понятное дело Они есть уже Да Растяжки более-менее Меня не волнуют Ну с кожей вот непонятно Что будет То есть когда я похудею Там до 95 до 100 Подкачаюсь Я подозреваю конечно Это кстати лютый тильт Я когда об этом задумываюсь Не знаю как будет Но скорее всего Будут проблемы с кожей И типа даже там Через полгода год Когда я Ну прям в принципе Будет видно под кожей Там кубики Я не знаю Там бицуху Ну то есть буду прям подкачанный Возможно где-то будет Не так как я хочу И это конечно Вгоняет немножко в дизмораль Как бы я не работал Как бы я не старался Той цели Которую в голове я себе поставил Возможно я уже не добьюсь никогда Это конечно моя вина в полной степени То что я сейчас запустил Тем не менее Для тех кто планирует худеть На большое количество килограмм И так далее Это не повод не худеть То есть обвисшая кожа В сто раз лучше Чем жир Который мешает здоровью И так далее Поэтому в любом случае Надо худеть Это очевидно После того как ты похудел У тебя намного стало проще Общаться с новыми людьми Ну кстати Вот я тебе могу сказать Что такого аспекта особо нет Потому что в силу того Что у меня работа как-то связана Типа с общением И так далее Вот у меня нет такого Что типа я был толстым Был забитым каким-то Да Сейчас типа похудел Стал типа уверенный Чуть-чуть уверенность Конечно бустится Это очевидно Я только про жизнь говорю В интернете понятное дело Ты всегда был Слушай в жизни Вот видишь Как бы Ну вот Все кто меня в жизни знает Вот например С тобой я в первый раз встретился Ну что я с забитым что-либо Нормально Открыто как бы Общаемся Как будто там сто лет Ну мне так кажется Как будто сто лет знакомы И в принципе там С Москве я много с кем виделся В принципе тоже Мне некоторые говорят Что типа Со мной легко в общении И так далее Поэтому вот в этом плане Не могу сказать Что какие-то прям сильные изменения есть Но потихоньку Конечно Чем ты лучше начинаешь выглядеть в зеркале Естественно Ты повышается уверенность в себе И естественно Как бы чувствуешь себя более уверенно Да Это очевидно Зал еще в этом плане Я считаю тоже хорошо помогает Типа Потому что Все-таки занимаясь в зале спортом Ну Повышай тоже уверенность в себе Так вопрос в том Что тоже спортом занимаетесь Ребят Рецепт Ну Даже если один человек Когда послушает из тела Это уже Это уже плюс Это уже Я вообще могу мотивацию хорошую сказать Мотивация ребята Как минимум Себя не распускать Потому что я говорю Вот я себя распустил Во-первых взяться за себя Чем больше ты весишь Чем сложнее за себя взяться Больше проблем Вот я говорю Я например сейчас говорю Похуде У меня там проблемы С кожей будут растяжки То есть если у вас Например там лишних 10-15 кг Вы можете похудеть Скорее всего Без каких-то последствий Для здоровья и так далее То есть как бы Беритесь с молоду Спорт это жизнь И я вас верю У вас все получится Главное идти к своей цели Вперед Ты начинал Единственным стримером Ничего не было развито Ты считал донаты Через Киви Да С Киви у меня деньги воровали Потому что номер же был В описании указан Да Было такое Очень все было костыльно Сейчас все поменялось Пришли рекламодатели Появились склады И тебя взяли Фрик-сквад Расскажи как это получилось И хотели Хотел ли я Какое у тебя мнение Насчет всех этих складов Глубокие на самом деле Я думал глупые Глубокий вопрос Нормально Объединение стримеров То есть ребята На почве общего интереса Соответственно Начинают общаться И делают контент И в общем-то В эти склады принимают Иногда каких-то других людей Наверное помогают Кому-то можешь подняться То есть Если контент Например хороший В принципе Пиар важен Но контент тоже важен То есть грубо говоря Мне кажется За счет фрик-сквада За счет 89-го склада Мне кажется Люди для себя нашли Каких-то стримеров Крутых И смотрят их по сей день Правильно То есть это конечно хорошо Ты сам пробовал Очень много чего Такого на Твиче У тебя был проект Headway Games Где ты взял стримеров В один канал Но что-то пошло не так Как думаешь Почему? Потому что люди Люди С людьми сложно работать Я считаю То что люди Все-таки Зачастую подводят И в целом Идея была Как бы да Собрать много людей На одном проекте Чтобы как телевизор Знаешь 2-4 на 7 То есть люди бы знали Что я зайду на этот канал И там круглосуточно Будет контент На разные абсолютно темы И каждый Для себя бы нашел Что-то интересное Но получается Что через этот канал Прошло Ну я буду Наврать Человек 10 наверное И в принципе Один остался До сих пор В стриме Вот Я хотя я ему говорю Уже давно Что типа Ну я канал Честно не хочу отдавать Но я говорю Что в любой момент Начинай рекламировать Свой канал Делай что хочешь То есть в любой момент Ты можешь как бы Уйти в свободное плавание И я тебе не буду держать Я тебе дам максимальный пиар Ну то есть Вообще Что хочешь делать То есть у человека Как бы ну Не знаю Его устраивают Хотя не знаю почему Потому что я уже давно Как бы особо не хочу Я же не стримлю Не рекламирую Не знаю Ну короче Я к тому говорю Что ну все 9 человек Практически все уходили Как-то ну грязно Типа грязно То есть знаешь Вот такой Не буду называть там Никнеймы и так далее Но просто там Челик например был То есть он ко мне В склад просил Вот в этой да Headway Games Типа вот со словами Что это там Последний его шанс Там вот с такими То что чуть ли Чуть ли там Не умирает человек Ну он как бы Ну меня заинтересовал конечно Но я его типа взял Вот он постримил Типа стримил стримил И в итоге как бы уходил Можно сказать С какими-то вот Претензиями ко мне С какими-то конфликтами Говорил что там Типа особо ничего не будет Потом он там естественно Какое-то время Проводил стримы Обсуждая там меня Ставив название Там читбаны Там видос Ну такие ну знаешь Такие мутки Ну да это Сибирь неприятно Ну подло Здесь просто суть в том Что к сожалению Так вот показывает практика Что люди добро быстро забывают То есть если вкратце Вот подытожить этот момент Я человеку грубо говоря Взял с нуля его Дал ему какую-то аудиторию А он уходил со словами Что типа Ты им ничего не сделал То есть ты Типа почему я должен тебе Там какой-то процент отдавать Ты же ничего не делаешь Что ну ты же получается С нуля пришел И как бы типа Это вот как Как лейбл Вот знаешь Ситуация с лейблами тоже Я вот не знаю на самом деле Чьей даже стороны придерживаться В плане лейбла или артиста То есть с одной стороны Зачастую артисты лейбл приходят с нуля Им дают там славу деньги А потом как бы артисты Как уходят с лейбла Естественно они не хотят 50% на перлейбл отдавать И они уходят как бы Типа в свободное плавание И вот как бы здесь вот Можно что сторону артиста понять Что сторону лейбла Вот здесь примерно та же ситуация Спорная Спорная Я буду соврать По-моему 50 на 50 Каждый стример По-моему да По-моему да И сколько каждый стример Торабатывал К пейке Особенно по тем деньгам Когда я с рулетки Типа столько в день имел Ну там типа Ну не ну естественно Я на ходвигеймс Вообще за все года Ну там ну можешь ну миллион Ну можешь полтора Заработать Ну два может быть Ну то есть кто-то скажет Что это может огромные цифры Ну там знаешь За пять лет существования проекта Типа не сказал бы Что это огромные деньги Нервов так сказать Он мне потрепал гораздо больше Чем я с него получил В очередной раз Разочаровался в людях Ну вот я не знаю Правильно ли слово Разочаровался Но в очередной раз Просто убедился Что в принципе С людьми бизнес сложно вести А когда в последний раз Ты получал выплату С этого канала Ну каждый месяц Там какие-то копейки приходят Это вы Ну я подсчитываю Ну не выплаты Я сам подсчитываю Типа я ему отправляю Ты работаешь Только по твич подписке Нет Там донаты Твич подписка Долларовый донат Донаты Ты берешь 50% с донатов Нет сейчас я беру По-моему в районе 40 Ну там я еще комиссию на себя беру Поэтому получается 30 на 60 где-то То есть ты брал Все это время Процент с донатов Ну да Тебе не кажется Что у стримера Должен быть донат свой А ты должен был Твоя задача была Находить рекламу И количество зрителей Расти А брать с донатов Это уже как-то Мне кажется лишнее Ну слушай смотри Ты никто Тебя никто не знает Ты можешь попробовать Подняться сам В большинстве случаев Скорее всего Это будет сложно Даже в тот момент Все-таки конкуренция уже была Году Там в 2017 В 2018 Или ты можешь прийти На все готовое Со стабильным онлайном Со стабильными деньгами Сколько ты ему обещал Зрителей? Нисколько Я просто говорю Что кокосить буду Там в тот момент Когда я активно Проектом занимался Там хорошие онлайны были Там 400 500 600 человек Типа это Хороший онлайн Тем более на те годы Это сейчас может быть 500 600 человек Не считается большими цифрами Но там в 2017 В 2017 Это более-менее нормально Твоя главная ошибка О чем ты жалеешь Чтобы ты изменил За всю свою жизнь Слушай, я говорю Если брать Какие-то такие Небольшие ошибки Типа то, что я Какой-то процент Там с ксгохота Не такой взял Или там где-то Может с кем-то Поконфликтовал И так далее То я считаю Что это нужен Оп, а что ты смеешься? Тебе так забавляют Как она висит Нормально Вот, то есть Такой опыт Я считаю нужен Ну реально Он закаляет личность И в целом Я бы не был бы тем Кем я сейчас являюсь Если бы не было Там всех этих ошибок Конфликтов и так далее Но главная ошибка Это, конечно Бесконтрольное питание Своё То, что все-таки Я себя запустил Как бы там Вес начал расти С маленьких лет Я всю жизнь прожил Жердяем И как бы только Учался, к сожалению К 26 годам Так поздно У меня в голове Что-то щелкнуло И я вроде как Начинаю меняться И дай бог Как бы все будет хорошо Но опять-таки К сожалению Эта ошибка такая Все-таки В течение всей моей жизни Она будет мне о себе напоминать Потому что будут Какие-то проблемы По-любому Я говорю Там со стяжками Кожей Там и так далее И соответственно То есть, конечно Если бы можно было Не полнеть Я бы не полнел Все остальные ошибки В принципе Более-менее поправимы Особенно связаны Там с деньгами Деньги всегда можно заработать Я тебе даю сразу Такую картину представить Твой лучший момент Все твоей жизни Который тебе приходит в голову Может быть Какой-то момент Сострима Может быть Какой-то момент в жизни Что тебе приходит в голову Вот прям счастливый момент Может быть Сразу видишь Какая картина Ну слушай Я начну так Что лучший момент в моей жизни И вообще лучшее время в моей жизни Оно впереди Я в этом уверен Ну если я не умру завтра Да, как бы То реально я уверен Потому что все-таки Сам понимаешь Что здесь как бы Там похудею Жизнь изменится То есть там Ну в целом Качество жизни лучше будет И уже в принципе Качество жизни лучше Вот Но если из того, что было Ну я не знаю Прям какой-то такой Вот один момент Там, не знаю У меня сын не рождался Не знаю Там Не женился Я не знаю Ну я не знаю Каких-то вот таких Вот прям именно Памятных Вот прям четко Одного момента нет Но вообще Мне всегда нравилось Там, не знаю Ну путешествовать Например То есть какие-то вот моменты Когда там На горе Фирст В Швейцарии Да, я стою Смотрю вот на все эти там Красоты И вдыхаю Вот этот горный воздух Я не знаю Там Ну вот на Мальдивы Я съездил В принципе классно Там увидел Тоже там песок Вот этот Белоснежный Ну то есть Такие какие-то Какие-то Такие вещи Ну прям вот один момент Я не могу выделить На самом деле Витя Когда стримить Слушай Честно я скажу Даже наверное в камеру Я не уверен И даже я бы сказал бы Я бы не хотел возвращаться В стабильность стримерства Потому что Ну многие это уже заметили Эта тема В общем-то Мне перестала быть интересна В большей степени Связана с тем Что у меня нет контента Потому что для меня Все-таки основной контент Это игры Выграя перестал играть Стримы по-любому будут Я буду подрубать Периодически Какое-то общение Может быть геогэсеры Там в таком роде Да То есть какие-то стримы будут Но такой что Прям фулл-таймстриминг В ближайшее время Не планирую Планирую все-таки В ближайшее время Продолжать заниматься собой И добавить еще музыку Обязательно Потому что хочу Выпускать треки Хочу быть музыкантом Хочу быть артистом Стамп Да Да Вот так Вот так Спасибо большое всем С вами был я Эрик Шоков Не забудьте подписаться На канал Спасибо большое всем Витя Спасибо Спасибо большое Всем Пока